Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Продолжаем большую тему пробуждения человечества, взаимодействия различных коллективных сознаний. Отец-Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы подведем черту подсерии моих посланий о коллективном сознании различных живых существ на Земле. И рассмотрим, как они взаимодействуют между собой и какое влияние друг на друга оказывают. Прежде всего я хотела бы напомнить вам о том, что коллективное сознание различных существ, проживающих на Земле, это очень зыбкая субстанция, которая меняется практически каждую секунду. В зависимости от того вклада, который вносит в него каждый человек, или рептилоид, или клон. И порой колебания его бывают весьма существенными. Это случается в те моменты, когда происходит массовый выброс какой-либо энергии. Например, во время многотысячных манифестаций протеста, даже если цели их весьма благородны, с точки зрения трехмерного человека происходит мощнейший взрыв негативной энергии недовольства. Это значительно понижает вибрации коллективного сознания не только человечества, но также рептилоидов и клонов. А в моменты духовного подъема, например, на прекрасном концерте, классической музыке, когда зрители переполнены энергией благодати, происходит пополнение коллективного сознания энергиями высоких вибраций. Правда, в данном случае такие вибрации – это понятие относительное, поскольку для каждой группы людей, рептилоидов, полурептилоидов и клонов существует свой вибрационный предел. У человека это высшие чакры. У рептилоидов четвертая чакра. У полурептилоидов пятая. А у клонов за отсутствием чакр просто сконцентрированные энергетические сгустки относительно высоких вибраций. Но и каждое живое существо в отдельности по крупицам вносит свой энергетический вклад, пополняя коллективное сознание своего вида той или иной энергии. А вот каким образом происходит взаимодействие между всеми видами коллективного сознания на Земле. В основном это касается людей, рептилоидов и полурептилоидов, поскольку энергетическое взаимодействие может происходить только на уровне чакр и соответствующих им тонких тел. Пределом такого взаимодействия и взаимовлияния является пятая чакра, до которой способны дотянуться полурептилоиды. И происходит это в тех случаях, когда различные существа излучают однотипную энергию, положительную либо отрицательную. Концентрация любой энергии, схожих вибраций, питает одновременно коллективное сознание всех вовлеченных в этот процесс существ, людей, рептилоидов и полурептилоидов. Так, дружное совместное осуждение кого-то или чего-то питает нижние чакры коллективного сознания всех этих групп. А всеобщая любовь и одобрение четвертую чакру. Таким образом, когда человек излучает негативные энергии, он не только понижает вибрационный фон высшего Я человечества, но и напитывает своими низкими вибрациями коллективное сознание рептилоидов и полурептилоидов, тем самым укрепляя их позиции. Одновременно этими низкими вибрациями питаются и клоны, которые в свою очередь не добавляют радости ни людям, ни земле. Также и рептилоиды, излучая низкие энергии, которыми в основном они и живут, питают ими одновременно и коллективное сознание человечества. Ту его часть, которая еще не пробудилась от спячки трехмерности и живет исключительно материальными потребностями и интересами. Хотя до людей с высокими вибрациями, от пятой чакры и выше, они дотянуться не способны. Тем не менее, общий вибрационный фон человечества значительно понижается за счет их взаимодействия с непроснувшейся частью людей. Мне хочется, мои родные, чтобы эти новые знания помогли вам еще больше осознать ту ответственность, которую несет каждый из вас за светлые человеческие души и за вашу любимую землю. Питайте их только чистыми энергиями света и любви, тем самым поднимая их вибрации и приближая долгожданную новую жизнь на земле пятого измерения. Благословляю вас и очень люблю. Отец-Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему взаимодействия различных коллективных сознаний. Продолжение следует...